Девушки отдыхают Простите, мир, как он говорил, сгорит в огне тысяч малых воин. Алло, алло. Алешенька, у меня интервью, позвони позже. Когда я еще училась в школе, наша классная руководительница называла меня коллегией адвокатов. Так вот, я по характеру отношусь, если делить людей на два типа, прокурор и адвокат, то я к адвокатам отношусь. Единственная идеология, которая мне близка и которую я готова защищать, это идеология защиты прав человека. И они универсальны для Востока, для Запада, для Азии, Америки. Мы за то, чтобы не было двойного подхода. Мои родители были идейными и очень преданными своей коммунистической идее членами партии. Я думаю, что многие из их поколения и в методах, и в мыслях своих ошибались. И поэтому реально вот получилось что-то не то, что теперь надо изменять и перестраивать. Мой папа был членом партии с 17-го года. Он был активным партийцем в Закавказье, в Грузии, участвовал в Бакинской коммуне, был первым секретарем ЦК Армении. Здесь похоронена также Руфия Горина, жена Геворка Алиханова. Она тоже жертва репрессии. Через несколько месяцев после того, как был арестован Геворк, ее арестовали. Ее судили как члена семьи изменника Родины. Это тогда было официальное обвинение, сокращенное ЧСА и Р. Оно писалось во всех юридических документах того времени. В 41-м году я ушла в армию, оставив бабушку с двумя маленькими детьми, младшим братом и младшей сестрой. Потом Ленинград стал блокадным. Бабушка умерла. Детей вывезли родственники из Ленинграда. Но вот у меня непроходящее чувство вины. Вот имела ли я право на этот свой личный выбор? На самом деле так мало в жизни серьезных-то страданий. Из мелочей очень много делают. Я совершенно не отношусь к этой категории. И всякие там ватные ноги и ватные руки я полностью пережила по-шоковому, когда арестовали родителей. Но это еще было не самым главным шоком. А самым главным, наверное, шоковым состоянием было, когда я первого убитого увидела. Народного комиссариата образования, по-моему, он так тогда назывался, по приему высшее учебное заведение, которому я пошла на прием и устроила скандал, что я не на гулянке зрение потеряла. И, в общем, меня в порядке исключения, несмотря на эту медицинскую справку, допустили к экзамену. Я ездила к ней в лагерь сразу после демобилизации. А потом я вот ее ожидала освобождения, что она приедет. Возникло очень такое страшное мгновение. В то время ходило по квартирам очень много нищих. Просто хлеб просили, вещи или деньги, кто что может. И вот в середине дня я услышала звонок в дверь. Будучи уверена, что ко мне никто, свои не идут сейчас, а это вот очередная нищенка. Я открыла дверь и увидела женщину. Внешний облик обыкновенной нищенки. И я повернулась, у меня был приготовлен какой-то кусок хлеба и еще что-то. Вот тут же в передней подошла к ней, и в этот момент я поняла, что это мама. И мама поняла, что я ее приняла за нищенку. Август 1968 года был для меня неким рубежом моего пребывания в ГПСС. Я не сделала тогда этого формального шага, а вот мне не хотелось демонстрации. И я перестала платить членские взносы. Позже я узнала, что моя мама, ну, боясь за внуков, за меня, еще что-то, помимо меня передавала в парт-организацию. Это все очень смешно. Ну, дочка носила тайком от меня, эти несчастные деньги, значит, под взносы. Вы, Андрей Адмитович, влюбились сразу? Нет, нет. Не влюбилась сразу. И более того, довольно долго отталкивалось от его чувства. Был еще какой-то барьер. Барьер, наверное, его звания. Не человеческая сущность, а именно звание. Уже был какой-то ореол вокруг Андрея Дмитриевича. Мы его в своей диссидентской среде называли так, академиком. Ну, вот это мне немножко являлось тормозом в развитии моего отношения к нему. Деловые отношения были с первой встречи очень хорошие. А вот в сфере чувств был какой-то тормоз. Он и к правозащитным проблемам подходил как-то вот по-научному. Немножко абстрактно. Я его всегда как-то так направляла в сторону какой-то конкретики. Я бы так сказала. Музыка. Музыка. Это очень смешная фотография. Потому что это момент, когда Сахаров узнал, что ему присуждена Нобелевская премия. В этот вечер он с моей мамой был в гостях у наших друзей. Они поехали на яблочный пирог. И там его нашли корреспонденты. И вот когда сказали, мама показывает так рукой на него и говорит, это ему, Нобеля дали. А у Сахарова тоже немного расстежное лицо. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В Афганистане война и опасность ее расширения Каждый день, каждый час гибнут афганцы, гибнут советские солдаты И в их семьи приходят похоронные Людям нужен мир Я надеюсь на победу старого смысла Я предпочитаю и буду находиться там, где будет мой муж 29 января Я направила заместителя генерального прокурора Рекункову Тому, который вызывал Андрея и объявил о лишении его звания героев и прочее Телеграмму, где перечислила ряд насущных проблем нашей семьи После решения которых мы можем спокойно жить в Горьком И просила о приеме Пока я свободна приезжать в Москву Я свободна продолжать свою правозащитную работу И я буду ее продавать Государство, органы безопасности Не пресекут возможности моей работы С января 1980 года По решению властей В Горьком проживает академик Андрей Дмитриевич Сахаров И его жена Елена Боннер Как всякая жена Боннер взяла на себя бремя домашнего хозяйства Академик хоть и не является вегетарианцем Но все же предпочитает овощной стол И Боннер вынуждена организовывать его питание За счет закупок свежих продуктов На городском рынке Сахаровы имеют автомашину И оба попеременно управляют ею В повседневной жизни Елена Боннер Выглядят несколько динамичнее своего мужа Обычно она сама заправляет автомашину Много ездит по городу Встречается со знакомыми Семь лет были очень трудными Самая трудная была изоляция В которой мы находились Совершенно и беззаконная И совершенно беспрецедентная Нам не разрешали особенности Начиная с мая 1984 года Ни с кем общаться вообще Когда 10 месяцев я находился в больнице С принудительным кормлением С голодовкой своей Елена Георгиевна Люся Вообще была в полном одиночестве И полном, абсолютном По сообщениям советской печати Боннер установила связь С посольством США И намеревалась укрыться там С целью шантажировать власти Добиваясь от них удовлетворения Своих требований В целях пресечения подобных действий Боннер в будущем Ей временно запрещен выезд из Горького И сейчас она посещает прокуратуру Для дачи объяснений А потом у него был просто Очень сильный страх за меня Он всегда считал В какой-то мере правильно В какой-то мере может быть нет Что вообще-то КГБ знает Что я враг номер один И что без меня его можно сломать Это нельзя сказать Чтобы это был период Когда мы чувствовали себя несчастными Мы чувствовали себя несчастными Когда мы были насильственно разделены Но в остальном У нас было чувство Исполненного долга А это главное для того Что нужно для человека Чтобы быть счастливым Андрей Дмитриевич Вы говорите Что вы будете продолжать писать И говорить о тех Которых сидят еще В тюрьмах и лагрях Но вы не бойтесь Что вы тем самым Перешагните Три границы Вашего свобода Вашего нового свобода Я боюсь Субтитры создавал DimaTorzok И Андрей очень четко говорит Зоря запомни И всем будущим поколениям У меня один соратник И та соратница Понимаете Можно по-разному Относиться к требованиям Вот этих голодающих Которые были Около дома правительства К требованиям людей Которые пришли на митинг Туда Мне кажется Что он должен быть Отделен От вопроса Способа подавления Этого Совершенно невызванной ситуации Ни в болейшей степени Даже Но Должно быть четко Совершенно сформулировано Их возможность Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне было трудно ему сформулировать Но мне казалось Что Не надо идти Ни в какую власть А он мне сказал Это было вполне серьезно Два года И я Отказываюсь от этого Высокого звания Но сейчас нельзя Сейчас надо помочь стране Съезд народных депутатов Заявляет Первое Статья шестая Конституции СССР Отменяется Мне кажется Что никакого разрыва Между физиком Ученым И Сахаровым Которого знает Общественность Не было Он всегда был физик Человечество Вне прогресса Существовать не может Это его форма Существования Я Надеюсь Что Вот этот Критический период Человеческой истории Будет Передолен Человечеством Это некий экзамен Который Человечество Держит И Экзамен На способность Выжить Я вышел на подмостке Прислонясь К дверному Косяку Вот и смолкли Клевета И споры Словно взят У вечности У вечности Отгул Критический период Критический период Критический период То есть человек Призывавший своих современников К нравственному Андрея Дмитриевича Доказывая Что перед нами Величайший ученый И все-таки Мы были пассивны В защите Андрея Дмитриевича А косыпались Лапы елчи Отзвенели Его ветели Да чего ж мы гордимся Сволочи Что он умер В своей постели Мело-мело Во всей земле Во все пределы Свеча горела На столе Свеча горела Нет, никакая не свеча Горела люстра Очки на морде палача Сверкали шустро Азал, зевал, азал Скучал Мели Емеля Ведь ни в тюрьму И ни в сучан Ни к высшей мере И ни к зерновому Венцу Колесованьем А как поленом По лицу Голосованьем Я пропускаю Очень многое Все, ваше время Два регламента и стекло Прошу извинить меня Все 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 Товарищ Сахаров Товарищ Сахаров Кто против? Он не был бы президентом Не только потому, что Народ, который способен Голосовать за Жириновского Не выбрал бы Сахарова Но еще и потому, что Ну вот я В какой-то мере Имела влияние На своего мужа Когда КГБ писало Свои донесения Они не всегда были Неправы Только через мой труп Он мог бы Пытаться баллотироваться Не знаю Мне кажется, что я Стараюсь максимально Соотносить Свои действия С моими Представлениями Что бы делал Андрей Дмитриевич Но я уверена В его полном Неприятии войны В Чечне Я уверена В его полном Неприятии Вот этих Нынешних выборов Там Я уверена Что несмотря На многие Расхождения Внутри Блоковые Персональные Амбиции И все прочее Он призывал бы Действовать На этом этапе И сообщать Врагом Как было Так и остается Государство Не соблюдающее Свою конституцию И не защищающее А даже нарушающее Права человека То что мы берем Старый гимн И старые Фактически Чуть-чуть Перекроенные слова Это какой-то Какая-то Демонстрация На весь мир От того Что у России Исчерпан Творческий потенциал Что на самом деле Неправда Почему? А потому что Это возвращение На те же Внутренне Агрессивные Рельсы На которых Когда-то Был Советский Союз В конституции Говорится О долге Защищать Родину А О долге Убивать Соседний народ В конституции Не говорится Криминальный режим России Создал Криминальный режим В Чечне И эта война Есть результат Разборки Криминальных Структур На самой Вершине Власти Россия Разрушила Грозный Россия Разрушила Три четверти Чечни Полностью А Наши Досужие Журналисты Причем Газеты Которая Считается Прогрессивной Дают Такой Подзаголовок Это же Амман А Какой Ваш Прогноз После Будъевновского Как будут Продолжены Я боюсь Сделать Прогнозы И не Выдаю Себя За Специалистов Хуже Может Быть Когда Вам Представят Список Которым Будет Один Кандидат И Вы Будете Бояться Его Вычеркнуть Ну Уж эти Времена Не Вернутся Точно А Кто Знает Что У нас Вернется Что Не Вернется Мы Очень Хорошо По Кругу Бегаем Это Это Поперек Живота Портрет Ее Властителя И Добровольное Согласие Стать Толпой При Отказе От Собственной Личности А вот Это Опять Страшное Слово Тот Самый Путь Который Ведет Фашизм Народ Как Высший Орган Дающий Власть Кому-то Отстранен Значит Мы Не Демократия Наша Так Называем Элита Как ее Там Интеллигенция Называйте Как угодно Без нее Народ Как Без Головы А Она У нас Сервильно И Другой Стать Не Хочет И Вообще Бойтесь Единственно Только Того Кто Скажет Я Знаю Как Надо Не Бойтесь Золы Не Бойтесь Хулы Не Бойтесь Пепла И Ада А Бойтесь Единственно Только Того Кто Скажет Я Знаю Как Надо Гоните Его Не Верьте Ему Он Врет Он Не Знает Как Надо Того Я Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok